Вся информация в видео, опубликованных на нашем сайте, взята из открытых источников. Следите за новостями и подписывайтесь на наш канал. МИД Армении ответил министерству и Турции. Турция должна смириться с фактом существования Северского договора, сказала пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян, комментируя заявление турецкого внешнеполитического ведомства. МИД заявил, что реакция турецких коллег в связи с упоминанием в Армении Северского договора в рамках столетней годовщины его подписания в очередной раз демонстрирует неспособность Анкары взглянуть в лицо своему прошлому. Удивительно, что нынешнее правительство Турции, не упускающее случая указать на важность османского наследия, так нервно реагирует на Северский договор, подписанный Османской империей с рядом стран, в том числе и с Республикой Армения, говорится в сообщении. Турция, избегающая того, чтобы смириться с собственным прошлым и призывающая вместо ненависти извлекать уроки из истории, продолжает традиционную политику оправдания геноцида армян и угрозы осуществления новых преступлений в отношении армянского народа. Шаги Турции, направленные против мира и стабильности в регионе, воинственная позиция в отношении Армении, являются частью экспансионистской политики нынешнего правительства Турции по дестабилизации соседних регионов, сказала Нагдалян. Только пересмотр этой политики и готовность Турции взглянуть в лицо прошлому, откроют путь к реальному примирению стран региона. Лукашенко в двойной западне, призрак Эрдогана. Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская, которая после выборов 9 августа заявила о своей победе и непризнании официальных итогов выборов, призвала сегодня белорусов не ставить свою жизнь под угрозу и не выходить на улицу. С таким призывом она выступила из Литвы, куда ее вывезли 11 августа. Причем говорят, что вывезли ее власти, и есть подозрение, что призыв отказаться от борьбы прозвучал чуть ли не под дулом пистолета. Чем пригрозили Тихановской? Ее муж в тюрьме. Это он хотел стать соперником Луашенко на выборах, но оказался за решеткой, и его заменила жена. Разве они не знали, на что идут, или им дали некие гарантии, которые потом были отменены? Пригрозили ли Тихановскому расправой в тюрьме? Ставки в Беларуси выше, чем просто власть или судьба Лукашенко. Ставки в Беларуси ценой в миропорядок. Есть мнение, что Лукашенко борется за независимость страны. Но он уже давно борется за личную безопасность, поскольку вопрос власти в Беларуси вне его юрисдикции. В этом смысле Тихановская решила главную задачу. Она вызвала общественное восстание, и ее вывели из игры. А Лукашенко явно вывели против Беларуси. Есть ли у батьки путь к отступлению? Политика шантажа в отношении Путина исчерпала себя. Лукашенко заявляет, что им интересуется Запад, Китай. Россия боится утерять его. Хотя вряд ли кто-то станет интересовать шантажистам. Интересуются Беларусью, а не Лукашенко. Потому что тот, кто шанджирует Путина, завтра будет делать то же с Вашингтоном и Пекином. Вот почему практически всем выгодно вывести Лукашенко против Беларуси, превратив его в объект шантажа. Лукашенко заявил, что протесты управляются извне, в том числе из Чехии. Причем, заявил он об этом в день, когда в Чехию с визитом прибыл госсекретарь США Майк Помпея. Его визит был запланирован в мае, по приглашению Чехии, по случаю 75-летия освобождения города Пулзен. Коронавирус отсрочил визит, и он состоялся в день, когда в Беларуси обострилась ситуация. Пару месяцев назад Помпея был в Минске и заявил о поддержке Лукашенко, предложив вместо дорогой российской нефти американскую. Пару недель назад Минск получил первую партию этой нефти. Накануне Помпея осудил насилие против дианстрантов в Минске. Старый лис оказался в западне с двух сторон, как России, так и США. Поспеет ли ему на помощь Китай, с которым Минск давно пытается прийти к крупным финансово-экономическим договоренностям. После избрания Лукашенко позвонил Алиев, пока только он. Предложил ли он помощь Эрдогана. Баку и Анкара хотят инкорпорировать Грузию как транзит. В Баку прибыл вице-премьер и министр внутренних дел Сербии Небай Шестифанович, который должен обсудить вопрос поставок сербского оружия Армении. Ранее президент Сербии Александр Вучич в беседе с президентом Азербайджана Эльхамом Алиевым заявил, что для расследования ситуации из Сербии в Азербайджан будет направлена делегация высокого уровня. После событий в Тавуша, Азербайджан стал отчаянно искать оправдание своего поражения, обвинив Сербию и Орданию, Россию и другие страны, которые коварно поставляют оружие Армении. Азербайджан обвинил Тбилиси в том, что оружие из-за рубежа поставлялось в Армению через Грузию. Официальные лица Сербии недоуменно заявили, что поставляют Азербайджану в несколько раз больше оружия, а Грузия и вовсе открестилась от транзита. Но если раньше в поражении Азербайджан обвинял то армянское лобби, то Дашнаков, то собственные националистические партии, потерявшие Карабах, теперь остается лишь обвинить других в поставках вооружения Армении. Все это, конечно, говорит не только об отчаянии азербайджанской стороны. Не исключается, что Баку пытается тем самым прикрыть свои собственные грехи. К примеру, неизвестно, чье воздушное пространство использовали турецкие военные самолеты, которые прибыли в Баку, для участия в совместных военных учениях. Были непроверены информации о том, что Турция пыталась воспользоваться территорией Грузии. Возможно, официальный Тбилиси не позволил перебросить в материковый Азербайджан турецкую военную технику, и Баку решил наказать Грузию, обвинив в транзите оружие в Армению. Турция и Азербайджан упорно пытаются инкорпорировать Грузию как беспрепятственный транзит. Но, несмотря на турецкую экономическую экспансию, Грузия не подается. Более того, в Тбилиси звучат тревожные мнения о том, что Турция, не сумев мирно проникнуть в Грузию, может перейти к силовым методам. В этой связи бывший начальник генерального штаба Воскресения Грузии генерал-майор Гиви Юкуридзе считает, что впервые после 1994 года заключения перемирия между Арменией и Азербайджаном, Турция столь открыто стала проявлять свою заинтересованность в военном присутствии в регионе. Во-вторых, при негативном ходе событий, по мнению Юкуридзе, возникла бы вероятность использования Анкарей территории Грузии в военных действиях для выполнения своих тактических и оперативных целей по поддержке Баку. По словам генерала, в последний период Турция себя ведет таким образом, что ни во что не ставит международные нормы, поэтому с ее стороны пересечение границы Грузии в военных целях меня не удивит. Не исключается, что протесты Баку в связи с поставками вооружений в Армению, Сербии, Иордании и другими странами являются информационным прикрытием для военного прорыва через Грузию. Вице-премьеру Сербии наверняка об этом известно. Отключенный интернет и раненые в Беларуси, солидарность напуганных цветными революциями лидеров против своих народов. После состоявшихся вчера в Беларуси президентских выборов, произошло резкое и беспрецедентное обострение ситуации. Во многих городах, в том числе и в столице Минске, некоторые СМИ сообщают, что десятки тысяч людей вышли участвовать в акциях протеста, требуя уйти правящему на посту президента более четверти века Александру Лукашенко. Правоохранители применили силу, резиновые пули, светошумовые гранаты, водометы. Сообщается о нескольких десятках пострадавших. Ожидается, что акции протеста будут продолжаться и сегодня. Основной соперник Лукашенко Светлана Тихановская обратилась с призывом к силовикам прекратить насилие, а участников акций протеста призвала не поддаваться на провокации. В Беларуси со вчерашнего дня плохо действует сеть интернета. В беседе с первым информационным научный сотрудник Карлова университета Прага, международник Алексей Кожарский сказал, что эти выборы в Беларуси следует считать историческими. Никогда еще власть не сталкивалась с таким отторжением общества. Официальным результатом, которые неизменно приписывали действующей власти 70-80% голосов. Многие и раньше не доверяли. Но никогда мы еще не наблюдали у белорусской нации такой готовности защищать свой выбор. Что чрезвычайно важно, это касается как столицы Беларуси, так и малых городов. В отличие от предыдущих выборов, когда протестная активность была сосредоточена в Минске. Понимание того, что власть износилась и не пользуется поддержкой большинства, буквально разлито в обществе, сказал он. В то же время наш собеседник подчеркнул, что на настоящий момент неясно, насколько координированным и организованным может быть сопротивление, и какую роль в них сыграет кандидат в президенты Светлана Тихановская. Из штаба объединенной оппозиции утром поступали противоречивые заявления. В Беларуси практически отключен интернет, блокированы многие каналы коммуникации. Понятно, что власти будут стоять до конца, отступать им некуда. Прошлой ночью они уже продемонстрировали решимость применить все доступные средства, увы, есть раненые. Александра Лукашенко сегодня утром поспешил поздравить президента РФ Владимир Путин. В поздравительном послании, в частности, Путин выразил надежду, что деятельность Лукашенко будет способствовать сотрудничеству между двумя государствами во всех областях, наращиванию интеграционных процессов по линии Евразийского экономического союза и СНГ, а также военно-политических связей в организации договора о коллективной безопасности. Российский лидер добавил, что это, несомненно, отвечает коренным интересам братских народов двух стран. Мы поинтересовались у Алексея Кожарского, что означает это поздравление, это поддержка Лукашенко, направленная на разгон в дальнейшем митингов незаконным путем. По большому счету, да, если бы Путин был демократическим европейским лидером, он должен был бы осудить насилие. Но он и сам уже диктатор и страдает паранойей, боится так называемых цветных революций. У диктаторов вот такая солидарность против своих народов. Поэтому это, хотя и молчаливая, но поддержка. Возможно, Кремль и постарается дистанцироваться от наиболее одиозных шагов белорусских властей, тем более что отношения между Москвой и Минском в последнее время хуже некуда. Но осуждать он их не будет, заявил наш собеседник.